Субтитры создавал DimaTorzok Подожди. Так, ну, вроде этот дом. А подъезд? Первый. Квартира шесть. Кто это? Не знаю. Злата, ну давай. Уже встаю. Злата, ну хватит. Давай вставай уже, да. Да, встаю. Кать! Кать! Да? Здравствуйте. А Екатерина Островская здесь живет? Да. А вы кто? Мы ее коллеги. Мы вместе работаем в Sweet Milk. Мы никак не можем к ней дозвониться. Кать! Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Максим зовут. Настя. А это наш начальник, Андрей Викторович. Настя. Так, а Катя дома? Да. У нас к ней срочное дело. Настя, представь. Придурок. Начальник звонил. Привет. Спасибо. Пожалуйста. Знаете, а я экологией занимаюсь. Слышали про сортировку мусора? Ну, что-то слышал. Края муха. Настя, Злата до сих пор не проснулась. Можешь, пожалуйста? А я будила ее. Просто оставьте номерочек свою. Я вам все. Настя. Извините. Кать, прости нас, что мы так внезапно… Мы просто не могли к тебе дозвониться. У нас форс-мажор… Я хочу предложить вам работу. Мы едем в командировку на несколько дней. Наш переводчик заболел. Ищем ему замену. Вы свободны? Нет. У меня собеседование сегодня. Андрей Викторович, Кать, так, может, можно как-нибудь его перенести? Интересно. А как я жить буду? Вы же меня уволили. Я вам хорошо заплачу. Получите столько, сколько получали за месяц. За пару дней? Да. Нет. Почему нет? Мне ребенка не с кем оставить. Угу. Так, может, мы возьмем Злату с собой? Я думаю, ей там понравится. Там будет чем заняться ребенку. И будет кому присмотреть за ней. О, проснулась. Тетя Настя, чего там за движ? Ну, почему нет? А тебе говорят… Соревать? Кать, соглашайся. На природу хочешь? Хочу. Там лес, чистый воздух, озеро большое. Мы определенно едем. Так, ну, кажется, все решилось. Тогда мы подождем пока внизу, в машине. А вы собирайтесь, не торопитесь. А я вас проведу. Спасибо. Было очень приятно. Садитесь завтра. А вы чего улыбаетесь? Я, может, еще никуда не поеду? В смысле? Собеседование перенесешь. Школа отпросим. Определенно. Ну, все, что еще? А если Антон переедет, а нас нет? Ну, да. Маленький бедный мальчик, что же он будет делать? Телефон есть – позвонит. А у тебя когда банк будет квартиру забирать, он тебе сильно поможет? Угу. Хорошее предложение. Надо ехать. Мам, я начинаю. Ладно. Ну, все. Вы в моих услугах больше не нуждаетесь, поэтому я пошла, а вам хорошей поездочки. Пока. За мамой следи. Пока. Угу. Иди, одевайся. И зайца не забудь. Угу. Мы готовы! О! Привет. Привет. Кать, давай помогу. Спасибо. Классная машина. Макс, можно я впереди сяду? Это меня укачивает. А… Андрей Викторович, вы не против? Знати, садись здесь. Судя по чемоданам, они не на один день собрались. Ну, ладно. Черт с ней. Приедем позже. И убери этот хлам из моей машины. Злата, пристегнись, пожалуйста. Макс, веди в курс дела. Дожали все-таки тех партнеров. Нет, с теми попрощались. Это другой поставщик. Их генеральный мистер Шенли Ванг. Очень приятный дядька. Руководит большим производством провинции Чжэцзян, кажется. Что-то такое. Какие договоренности? Да пока никаких. У них средние цены, но мы думаем еще поторговаться. Поэтому хотим произвести приятное впечатление. Угу. То есть будете кружить? Ну, типа того. Поздоровайся с моим Зайцем. Это же невежливо. Здравствуй, Зайц. Это твоя машина? Нет, у меня другая. Понятно. А можно мне поиграть в твоем телефоне? Да в нем нет игр. Ну, ты странный. А у тебя есть жена? Нет. Дети? Тоже нет. А почему? Злата, не приставай, пожалуйста, к Андрею Викторовичу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Златика, солнышко, просыпайся. Давай-давай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. О, здравствуйте, дядя Паша. Привет, привет. Сколько не виделись. Здравствуйте, здравствуйте. Так, знакомьтесь, это Макс, Макс это дядя Паша, это Марта. Очень приятно. Очень приятно. Здравствуйте, я Катя, это моя дочь Злата. Здравствуйте. Привет. Здрасте. Вы, наверное, устали с дороги? Да, немного. Идемте провожу восток. Спасибо. Ну, давай. Так, ну что, охота будет? Обижаешь-ка. Смотри, это главное. Настоящий китайцы приедет? Да нет, пластиковый. Мама, смотри, какая козочка. Солнышко, давай сначала поселимся, а потом козочка. Сейчас. Спасибо. Спасибо. А как ее зовут? Машка. Ой, а это кто это у вас? Марта тут целый зоопарк развела. Все, малыш, давай пойдем. Мам, можно я останусь? Пожалуйста. Идите, я присмотрю. Спасибо большое. Спасибо. Катя, все в порядке? Это же охотничий домик. Ну да. Здесь везде висят трупы животных. Я не хочу, чтобы это видела Злата. Но… Так, я отвлеку Злату, а когда мы вернемся, тут не должно быть ни одного мертвого животного. Макс? Да. Слушай, а скажи, пожалуйста, мы разве не говорили Кате, что едем на охоту? Возможно, нет. Так, нам нужно все убрать. Я не понял, что убрать? Чучело. Эти. Все. Ну, что там? Я форматнул, но теперь он как новый. А инфа? Я все стер. В смысле, хост? Ну, кроме того, что скачал шпиву. Инфа там у тебя интересная. Я залил ее на флешку. На второй копию. Ее лучше спрятать в укромном месте. Спасибо. Да не за что. Слышишь, хост, а можно эту копию где-то у тебя спрятать, а? Чувак, не наглей. Мне здесь не нужны ни менты, ни бандиты. Если кто спросит, я знать не знаю, а ты меня тоже. Усек? Усек. Есть будешь? Буду. А что там? Сырники. Ого! Машка хорошенькая. Катя, можно у вас на минуту? Да, конечно. Мы все убрали. Спасибо. Да, и нам нужно было как-то сразу вас предупредить. Просто из головы вылетело. Да мы не знали, что у вас отношение к этому такое. В общем, да. Мы приехали на охоту. Я поняла. Хочешь погладить козочку? Она очень мягкая. Да, у меня времени нет. Мне нужно идти готовиться к завтрашней встрече. Которая очень важна не только для меня. Она для нас всех. Я надеюсь, она пройдет без проблем. А сегодня у вас есть свободное время. Можете купаться, гулять, отдыхать. Рядом, кстати говоря, есть отличные конюшни. Можно покататься на лошадях. Я очень хочу. Вот и здорово. Отдыхайте, в общем. Мам, можно мы поедем к лошадкам? Не знаю. Посмотрим. Как посмотрим? Ну давай и поедем. Да вот так посмотрим. Мам, мне тут опреселенно нравится. Намного больше, чем в школе. А мы здесь еще долго будем? Не знаю. Несколько дней. Плохо. Слушай, ну мы не можем столько пропускать школу. Еще как можем. Так, завтра просыпаемся и делаем математику. У меня другие планы. Так, давай, бери зайца на бочок и спать. Ненавижу математику. Я тоже. Хоть чем-то мы с тобой похожи. Хоть чем-то мы с тобой похожи. Мам. Злат. Прочти, пожалуйста. Тридцать шесть плюс четырнадцать равно… И? Нужно решать в уме. Просто представляешь? Подъезжают. Вы готовы? А они же должны были после обеда приехать. Ну, вот так вот. Давайте, давайте, скорее. Малыш, я скоро приду. Он уже подъезжает. Я не успела переодеться. Ничего страшного. У нас Максим вот за нас всех. А это кто? Без понятия. Здравствуйте. Здравствуйте. Максим. Максим, очень приятно. Катя. Добро пожаловать. Добрый день. Мистер Иван, рад вас приветствовать. Меня зовут Гао. Я не хотел лететь сам и решил взять своего переводчика. Я не хотел лететь сам и решил взять своего переводчика. Дороги тяжело без знания языка. Нет проблем. Надеюсь, это не составит проблем? Да нет, что вы. Добро пожаловать. Мистеру Ивану, очень приятно, что встречаете его так по-семейному. У вас очаровательная жена. Да. Вообще-то… Женатые мужчины самые надежные. Ну да. Очень рад знакомству. Взаимно. Вы знаете китайский? Немного. Хорошее произношение. Мама. Это моя дочь Злата. Здравствуйте. Какая милая девочка. У нас есть такая хорошая семья. Вы должны быть счастливым человеком, иметь такую семью. Эм… Так, вы, наверное, устали с дороги. Павел, помогите, пожалуйста, с чемоданами. Пойдемте, я провожу вас в дом. Пойдемте. Златик, ты уроки доделала? Почти. Так, давай, бегом. Андрей, что это было? Я не знаю, вы же сами все видели. И? Будет странно теперь объяснять, что мы не пара. Странно объяснять, а делать вид, что мы муж и жена. Не странно? Послушайте, никто не заставляет вас со мной… Вот, спасибо. И что теперь? Что? Теперь перевод нам не требуется. Ну, Катя, я вам все оплачу, как договаривались, не переживайте. Тебе. Что? Ну, в смысле, на «ты», если мы теперь супруги. Да, конечно. Только еще один момент. Нужно, чтобы Злата подыграла. Катя. Я поговорю с ней. Спасибо. У нас тут не принято… Да, я понимаю. Недопустимо. Согласен. Марта, можно вас? Сейчас все решим. Что-то случилось? Нас с мистером Вангом поселили в одну комнату. В одну спальню. Ну, это недопустимо. Это какая-то ошибка. Да, непонятно, как так получилось. Ну, подождите. У нас в доме всего четыре спальни. Мы же не знали, что вы ждете еще двоих гостей. Ну, тогда мы сейчас же уезжаем в отель. Да нет, не нужно в отель. Ближайший тут за двадцать километров… Ничего страшного! Уважаемый Гао, это просто недоразумение. Хозяева дома просто не знали, что вас будет двое. Я уверен, мы сейчас все решим. Давайте так. Через десять минут у вас с мистером Вангом будет две отдельные комнаты. Обещаю. Сама Гауда. Ладно, я буду на… Марта, помогите, пожалуйста. Проводите нашего гостя. Заварите ему зеленый чай. Так он уже нет. Травяной. Что будем делать? Ну, что, ты переезжаешь ко мне и освобождается еще один номер. Ну, вообще-то вы сюда приехали якобы с семьей. И при этом же нас с дочкой живут отдельно, а мы с вами вместе. Как-то странно. Она не согласится. Ладно. Мам, ты точно уверена, что останешься? Да, малыш, меня укачивает. Я не хочу. Спасибо. Ты точно уверена? Точно. Ну, тогда отдать швартовый. Есть, капитан. Дядь Паш, будьте осторожны. Не переживайте, все будет хорошо. Пока, мам. Пока. Катя, мы можем поговорить? У нас фор смажет. Так получилось, нам не хватает комнаты. И что? И… Я… В общем, хочу вас попросить, чтобы вы ко мне переехали. А ты? Я с вами. Мы ж семья. Катя, мистер Ванку, он злится, потому что его поселили вместе с Гао. Если ко мне переедет Макс, будет совсем странно. По-моему, слово странно становится девизом этой поездки. Слушай, я понимаю, насколько это все неудобно, но это же на несколько дней. Ты издеваешься? Как я ребенку должна это объяснить? Катя. Я заплачу. В два раза больше. Кать, может быть, вы меня неправильно понимаете? Я… Я лягу не на диване, или вообще в ванной. Если будет удобнее, чтобы я лег в ванной, ты только скажи, я… Прости, что угодно. Я хочу, чтобы Злата не узнала, что вы идете на охоту. Не узнает. Замечательно. Замечательно. Залатик. Залат! Залат! Златик, ешь, пожалуйста. Аккуратно. Катя, передайте, передай соус. Держи. Держи. Мистер Иван говорит, что вы очень ругательная пара и просит вас 10-15 своих чувств. А, да мы… Не переживайте, все хорошо. Чем будем. В моем возрасте, еде часто замал моего рода. Дедушка Мистера Иванка постоянно ругал его папу. Потому что в их в мире всегда есть очень熱ая движение. За то, что тот постоянно обнимал и целал его маму при людях. Я тогда стоял на роде. Но Мистера Иванка уверен, что это нужно делать. Он постоянно оказывает мягкие внимания. НФТ. Это все должно быть так. Ведь это вся любовь. Это замечательный тост. Камбей. Камбей. Мой папа злой и грубый только на работе. А дома он очень добрый. Постоянно целует маму и дарит мне игрушки. Про грубо можно не переводить. Клюет. Дядь Паш. Клюет, говорит. Что? Клюет. Удочка клюет. Ну, черт. Сорвалась. Такая большая была. Чего мы тебя поймаем? А если поймаем? Простите, я на минуточку. Ну, зачем же выпускать? Мы ее съедим. Как съедим? А чего не хочешь? Не? Хорошо, отпустишь. А что муткая там? Ваша, как ее? Пекинский. Сейчас. Если вы по поводу ипотеки, я знаю о просрочке. Простите, мне сейчас не очень удобно говорить. Пошли, мы быстренько обсудим наши дела. Местован говорит, днем думаем, ночью сны. Еще два дня впереди успеем. А, правильно? Да, я знаю о штрафах и пытаюсь решить этот вопрос. Так, слушайте, не надо мне угрожать конфискацией судом. Да, я читала ваш договор и знаю ваши жуткие условия. До свидания. Так, где мы закончили? Мам, а я хорошо играю в семью? У тебя определенно хорошо получается. Так. Можно я? Да, конечно. Колдунья бросила последний ингредиент в казан. Размешала зелье куриной косточкой и вышла из темницы. Принцесса тихонько встала и с опаской заглянула в казан. Зелье тут же закружилось, стало омутом и... Что это? Зачем вы рылись в моих вещах? У тебя такой большой чемодан, папочка. И я решила спрятаться в нем от мистера-китайца. Но я вся сложила обратно, как было. Прежде чем трогать чужие вещи, сначала нужно спросить. А тебе я вообще запрещаю что-либо трогать в моей комнате. Ты поняла? Вообще-то это наша комната тоже. И не надо воспитывать мою дочь, ясно? Ну ты же не воспитываешь. Ясно. Кажется, нам нужно уезжать. Подожди, как? О лошади. Солнышко, ну, видимо отменяется. Я скажу Максу, чтобы он подготовил утром лошадей. А потом мы поедем домой. Замечательно. Замечательно. Пол, привет. Его лицо было суровым, но глаза светились мягким, добрым светом. Ты меня слушаешь? Я не понимаю, почему папа такой злой. Просто его никто не любит. А можешь не называть его папой? Мне кажется, ты ему нравишься. Может, он твой рыцарь? Так я не выдумала. Давай спать. Держи зайца и на бочок. Замечательно. Ты куда? Злата, стой. Иди сюда. Злата, иди сюда. Злата, иди сюда. Чайбуза коктала. Спаркрыни лук. Пусть коктала. О том, что я не знаю. О том, что я не знаю. Андрей. Здравствуйте. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Андрей, шеет маян. Пуцанасиаси. Очень хорошо, спасибо. Я надеюсь, вы спались, мистер Ванг. Ваше ружье. Ни дичей. Спасибо. Сейчас. Как же так? Мы же договаривались на сегодня. У нас гости. Ружье. Большое спасибо. Можно завтра. Хорошо. Спасибо. Доброе утро. Андрей, плохие новости. Я только что связался с лесничеством. На сегодня нам в охоте отказали. Договориться? Ну, они на это намекнули. Сказали, возможно, завтра. Все в порядке? Дорогие друзья, у нас возникли непредвиденные трудности. Дело в том, что охоту придется перенести на завтра. Италия. Может, сегодня покатаем их на лошадях? Ну, завтра так завтра. Ничего не поделаешь. А сегодня можем покататься верхом. Здесь рядом отличные конюшни. Деньги они вумены чима. А, я не хочу чима. Вы идите. Я еще хочу купить. Я еще хочу купить лошадей. Мистер Ванг не очень любит лошадей, но... Но выезжайте, он пока занимается делами фирмы. Еще раз извините. Все, не слава Богу. Хорошенькая. А ну, а ну дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Ты что, с нами не поедешь? Эээ... Да нет. У меня дела. Я так хотела, чтоб ты с нами поехал. Злата, ну... Я же вообще... Вообще-то тут по работе. Если не умеешь кататься, так и скажи. Ну, почему-то я не умею. Умею. Тогда поехали. Алло, Кать. Мне тут из полиции звонили. Про Антона спрашивали. Тебе? Ну, да, мне. А что они хотели? Ну, они по ходу серьезно за него взялись. Вы там как? Да как, как. По-разному. Слушай, ну расскажи подробнее, что им нужно. Ну, что спрашивали? Когда дома появлялся? Про друзей спрашивали. Ты мне хоть скажи, что говорить, что не говорить. Давай я тебе перезвоню, ладно? Ну, хорошо, давай, перезвони, да. Мам, Андрей едет с нами. Андрей Викторович, мне кажется, это абсолютно безумная затея. Ой, Макс, я где-то это уже слышал. Ага. Вспомнил. Два года назад, когда мы расширялись. Ну, что, все готовы? Конечно. Да, готовы. Ух ты. Все? Тогда… Может, вас подсадить? Да нет, да нет. А ты не катаешься? Спасибо, не сегодня. А ты как? Я прекрасна. Я прекрасна. Ты что, первый раз, да? Да. Ну, как тебе сказать? Ну что, поехали? Да. Поехали? Давай я тебя подстрахую, давай? Угу. Давайте. Ну, красавец. Пойдем? Ты неправильно держишь спину. А как надо? Ровно. Ровно. Спину ровно держишь и крепко держишься ногами. Так. Едешь телом, а не по воде ему. Вот так, что ли? Так лучше. А ты где научилась верхом ездить? Училась. Катя, я хотел извиниться. Вчера я был слишком груб. Я просто не умею общаться с детьми. С детьми нужно общаться так же, как со взрослыми. Будем стараться. Злата к тебе так тянется, потому что у нее нет своего отца. Да и мамы у нее тоже практически нет. Ну, ты прекрасная мама. Кстати, это ты так научила кататься на лошади? Нет, это Антон. А Антон это? Антон это брат. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что? Купил? Да. Звони только по интернету. По сотовой связи они сразу нас спалят. Спалят. Злата! Златик! Злат! Макс, куда она спряталась? Только что была здесь. А вот они нашли. Так, солнышко, пойдем. Ну, мам, ну можно я еще погуляю? Ладно, только так, чтоб я тебя видела. Договорились? Да. Мама! Что такое? Чего ты кричишь? Не смотри. Смотрите, тут зайчата. Давайте их заберем, они же остались без мамы. Солнышко, как же мы их заберем в квартиру, скажи? В квартире они хоть как-то будут жить, а здесь они умрут. Ты куда? За корзины. Мы их забираем. Я придумала, давайте каждый возьмем по одному. Давайте, давайте их сюда. Вы правильно сделали, что забрали их. Без мамы они бы погибли. Так, где-то у меня тут клетка была. Где же она? Ах, вот. Давайте их сюда. Март, ты давай молочко приготовь тепленькое. Конечно. Сейчас. А вот сюда. Давай, прыгай. Так, грелка нужна. Сейчас принесу я молочко, принесу, покормим зайчат. Ну, все, а? Макс. Все, а? Познай, пожалуйста, как там наши гости? Не скучают ли они? А, да. Прости, мне нужно ответить. Побудешь с ней? Конечно. Катька, это я. Антон, ты куда пропал? К вам. Никто не приходил? Не угрожали? Нет. Слушай, куда ты ввязался, а? Пока не могу рассказать. Что ж? Пожалуйста, нам угрожает опасность? Надеюсь, что нет, но будьте аккуратней, хорошо? Ладно. А ты? Я разберусь. Вы дома? Нет, за городом. Когда вернетесь? Пока не знаю. Так, ну что, придумала, как назовешь? Ну, пока нет. Придумывай, они быстро растут. Кать, я очень рад, что у вас все хорошо. Пока. Антон, тебя полиция ищет. Говорят, ты украл какой-то ноутбук. Ты что, опять начал играть? У нас банк квартиру может отобрать. Черт. Что ты наделала? Мне пора. Алло, Антон, подожди, подожди. Что-то случилось? Да, брат ввязался в неприятности. Я могу помочь чем-нибудь? Нет. Кать, слушай, я… Хоть дал там Злате обещание, но… Этот заяц с моим графиком… Ну, может вы его… Я хотел спросить у тебя, где вообще отец Златы? Я не хочу об этом говорить. Я не хочу об этом говорить, а я хочу спросить walked вконечно. Стоит у меня… Я не хочу спросить… Все, пока. Нет, я не могу… Люди, дайте мнеazi на что-то… Музыка, я хочу спросить. Банальная история. Я влюбилась в начальника, забеременела, а он оказался женат. Родилась Злата, он уехал за границу и больше могла. Мы его не видели. Ну и дурак. Она офигенная девчонка. Слушай, а может вы не будете уезжать прямо сегодня? Останетесь еще на пару дней. Ладно. Злата обрадуется. А ты? И я. Злата! Злата! Злат! Злат! Звучит. 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 Субтитры создавал DimaTorzok